У нас сейчас что будет с украинской экономикой непонятно и неинтересно, что будет с российско-украинскими отношениями непонятно и даже не очень интересно, потому что всю ту гадость, которую мы могли получить, мы получили. Давайте мы посмотрим, что представляет собой в рамках разных странных заявлений госпожи Савченко в парламенте Украины, очень странных, совершенно непонятного курса, который у них будет. А что такое на сегодняшний день оборонно-промышленный комплекс Украины в условиях конфликта на юго-востоке страны? Причем не по российским оценкам. Все, кто говорит, это вы ватники, колорады и путиноиды, в рамках агитации и пропаганды нас тут запутываете? Ну, я же сталкиваюсь постоянно со словами, вы представляете, фашистское государство, оккупировавшее Украину, такое впечатление, что Киев я уже оккупировал, и поэтому гаулярия Киева-Сатановская. А это оценки китайских специалистов. Китайца можно оценить со своей китайской точки зрения, как думаете? Они более объективны, наверное, со страной. Они китайцы, им по барабану. Китай оккупирует Украину, нет? Ну, вроде нет, никто еще об этом не говорит. Ну, это как слон и моська, я не знаю. Ну, нет, просто, ну, да, мягко говоря. Давайте поговорим с точки зрения китайских экспертов. Вот наши специалисты следят за этим, и это правильно и достойно, но поговорим не сейчас, а когда читает нам новости, зашедшие сюда Наташа Христова, зашедшие над нами солнышко эфира Вести ФМ. Человек светлой души, сияние от слов, которые уже в нашей студии. Новости у нее будут хорошие, а не всякая гадость, которую я расскажу после них по поводу состояния оборонно-промышленного комплекса, извини за выражение, Украина. Да, и Наталья начинает сразу вычеркивать уже, а так вот эту новость, она же нехорошая, вот эту сразу уберем, вот эту уберем. Оставляем одни цветочки до бантики, да, 5-5-3-3-Вести. Итак, Евгений Янович, вот прошли хорошие новости. Я на самом деле почему такой добрый сегодня и комплименты дамам говорю, опять же. А собачку вот завела дочка мелкая такая, сверхшпиц. Радует вас? Очень радует, то есть волк, я бы даже сказал по сериалу, а кстати и по книге «Игра в престолах», люто волк, но очень мелкий, меньше кило. Пушистый такой, трехмесячный щен. Но он вырастет? Ну, вырастет сантиметров 20, не меньше в холке. Девочка очень хорошая такая, Джерри Ли. Помните суперубийцу-собаку из «Полицейской собаки» там вот с Белушей играла? Он тоже был маленький. Я не уверен, когда он появился на экране, он там перец чили острый с большим удовольствием съедал. Ну, ладно. Кстати, перед УПК Украины после конфликта по Новороссии. Вы в курсе, да, что Петру Порошенко, президент Украины, отдал Крым крымским татарам, наконец-то? Давайте мы с вами вот... Да я тоже могу сейчас Луну отдать вам, например. Не надо мне. Давайте отдадим Калифорнию индейцам. Ну, давайте. А что же делать? Ну, например... Они заслужили. Или Нью-Мексико, Пуэбло. Или Каманчим, Техас. Я за. Каманчи вообще, это здорово. Про Дакотт я даже не говорю. Хью Дакота, «Сыновья большой медведицы» или Зелота Вельсков-Генрих. Замечательная книга. И опять-таки, «Сыновья большой медведицы» там еще фильм был с Гойко Митичем. «Давайте подарим Гойко Митичу Массачусетс. Самые, что ни на есть, места маякан». В конце концов, он его и прославил. Давайте это решим. Я даже обязуюсь обзвонить наших депутатов в Госдуму, и они, повеселясь, поставят на каникулах соответствующие подписи. Это примерно то же самое. А он надеется, Порошенко, таким образом, что там воевать, что ли, они будут за этот Крым? Я не думаю, что он надеется на нормализацию отношений в Крыму и ситуации в Крыму. Это нормальная провокация, которая под Рефата Чубарова, под Мустафу Джемилева, радикально протурецких, кстати говоря, и антиармянских, кстати говоря, депутатов. Уж Мустафа Джемилев сколько поту и пролил, чтобы не признавала Украина геноцид армян, где крымские татары, где геноцид армян, кстати говоря. Он же депутат Рады. Вот очень хочет человек всех стравить. При этом ему не удастся ничего сделать с тем, что все годы существования Крыма в составе Украины крымские татары не получили от украинской власти, от Киева ничего. А первое, что сделал нелюбимый украинским руководством и многими за пределами этой страны, президент России Путин, это он признал их народом, пострадавшим от советской власти, реабилитация и все остальное. Ни одних признал, там всех при Сталине прижучили. Но крымским татарам досталось, скажем так, едва ли не больше всех остальных. И в этом плане я убираю вопрос о том, кто воевал за Гитлера, а многие воевали за советскую власть, я знал таких, в Красной Армии. Чего их было выселять в Центральную Азию? Вот как-то так. Ладно. Чего там в Новороссии в конфликте? Победила украинская военная машина. Большая Украина, богатая. В Новороссии это всего лишь часть Донецкой и Луганской областей, заметим. Часть. Ну хорошо, китайская точка зрения. Значит так. В 2014 году в условиях конфликта на Юго-Востоке украинские предприятия не смогли отремонтировать около 1000 единиц бронетанковой автомобильной техники, включая 200 танков и до 300 бронемашин по причине отсутствия запчастей. В целом, соответствующие части украинской армии укомплектованы устаревшей советской техникой. Незначительное количество боеприпасов для ракетных систем и несколько ракет для ОТР.У осталось в ракетно-артиллерийских подразделениях. Не несколько сотен, не несколько десятков, не несколько ракет. Наибольшее внимание китайские специалисты претензий можно предъявлять концерну Норинко. Уделяют анализу возможностей и недостатков украинской бронетехники танкам Т-84У, Т-72, Т-64БУЛАТ, БТР-3, БТР-4. Напоминаю, на момент распада Советского Союза армия Украины была одной из ведущих в мире, в том числе по составу бронетехники. И она раскатывала российскую, как бог черепаху в случае прямого конфликта, три военных округа, второго эшелона, три воздушные армии. Но! После этого Киев поставил за границу 1238 танков, Пакистану 320 танков Т-80, Йемену 66 боевых машин. Соответственно, осталось небольшое количество боеготовых Т-80, а танков, действующих Т-84У, менее 10. Поздравляем у Крамши, ребят! Понятно, 1238 продали одних танков, ну что себе оставили? Ну что там не работало тогда, с тех пор починили? А на что надеялись, интересно? Ну, что о тебе забыли, это называется. Ты укради, а я тебя забуду. Теперь, что говорят китайцы, выяснилось, что реально изготовить можно за счет бюджета не больше 30 машин Т-84У, на остальное денег нет в бюджете. Т-72У украинского производства, в Судан 110 единиц, в Грузию 200 танков, 18 из них уничтожили, 56 захвачены в качестве трофеями Южной Осетии и Абхазии. Итак, к слову, причем большинство танков Т-72 до начала боевых действий на Донбассе были дислоцированы в учебных подразделениях, с началом боев в Новороссии часть была уничтожена, часть захвачена. Ладно, танк Т-64 «Булат». До 1985 года производили на территории Украины основной боевой танк вооруженных сил Украины. Качество двигателя низкое, качество трансмиссии низкое, необходимо длительное обучение механиков-водителей и военнослужащих ремподразделений. Квалифицированных кадров нет. Поломок много, уровень боеготовности низкий. Конструкторы Украины предприняли попытку довести защиту танка до уровня Т-80, модернизировав прицелы и аппаратуру связи. Но большинство Т-64, оставшихся на Украине, кто хочет, может назвать это в Украине, но обычно в другой части Аргентины, в желудке, в печенках, в Украине, пытаются использовать как доноры запчастей для действующих машин. Была поставка Т-64 «Булат» для Демократической Республики Конго. Товарищи негры оплатили 50 машин, а получили 40. Даже их смогли кинуть. А почему нет? Ладно, БТР-3 или БТР-94 по советской классификации. После распада Союза, оружейники Украины предприняли попытку модернизировать оставшийся у них БТР-80 по программе БТР-94. Значит, установили необитаемый боевой модуль, вооруженный автоматической пушкой, калибра 23 мм. И все. В Иорданию Киев поставил 50 единиц БТР-94. В 2003 году из-за низкого уровня этой бронетехники официальный ОМАН подарил эти БТР-ы официальному Багдаду. На тебе, иракские братья, что нам не гоже. На базе БТР-94, разработан БТР-3. 32 машины поставили в Таиланд. Контракт не выполнен полностью. Вторая половина бронемашин для Таиланда была передана Нацгвардии Украины в варианте самоходных минометов калибра 82 и 120 мм. То есть, как-то, понимаете, когда контракт прерывает из-за низкого уровня техники, или его не выполняют, или кидают покупателя, это плохо сказывается на репутации. БТР-4. Ну, я танкист, вот говорю про бронетехнику. Извините. Если кто-нибудь думает, что, ну, зато у них прям в авиации, ура, ура. Нет? Ой, морской флот прям крутяк, как говорит Андрей Бедняков, сильнейший на планете. К сожалению, для официального Киева нет, поэтому он может отдавать Крым кому угодно. Ну, ладно, продолжим, пока есть у нас полторы минуты. Значит, БТР-4 создан в качестве очередной реплики БТР-80, соответствующей стандартам НАТО в области колесной бронетехники. Пригодно только для контрпартизанских операций и патрулирования. В составе мехколонн воевать не может. В Ирак поставили 100 машин, оплатили американцы. Стоимость миллион долларов за машину. 100 машин на миллион долларов – это 100 миллионов долларов. Правильно? Правильно. Большую часть вернули по причине трещины в бронекорпусе. Их отремонтировали, переданы нацгвардии. Уровень бронезащиты такой высокий, что машину выводит из строя даже легкое стрелковое вооружение. Сменных запчастей нет. Ну, нету. А как мы узнали у Михаила Михайловича Ходоренко, танк долго работать не может без сменных запчастей. Ну, да. На Юго-Востоке в ходе боев безвозвратно потеряно 673 единицы автомобильной техники, 21 автоматическая пушка, 36 гаубиц. Это так. По китайским данным мы ничего не добавляем. Черный рынок. Китайцы собирают данные в Румынии, Греции, других странах Восточной Европы. Зафиксированы коррупционные схемы перепродажи украинских танков Т-72, которые оформили сделки в нескольких странах и поставили обратно на Украину. Это так. По мелочи. Ну, и все остальное, что я мог бы сказать по этому поводу, ну, уже после того, как мы чего-нибудь доброе такое же скажем по поводу погоды. Попробуем, да. Итак, что у нас там с миротворцами, европейцами и неевропейцами на Украине? У нас же, кажется, с Россией требует непрерывно соблюдение мирных договоренностей. Ну-ну. Румыния и Испания по запросу НАТО. Как выясняется, поставили на Украину пусковые установки, РСЗО и боеприпасы. Колесная устаревшая бронетехника из Великобритании и США пошли на Украину. Китайцы полагают, что это не повлияет на боегатровность подразделений вооруженных сил Украины и Нацгвардии. Общий вывод. В бронетанковых подразделениях вооруженных сил Украины находится исключительно устаревшая бронетехника с крайне низким качеством брони. Личный состав не способен обеспечить надлежащий ремонт и обслуживание. Подразделения лишены возможности оперативного ремонта в полевых условиях, высок процент выход бронетехники из строя. Не существует прорывных конструкторских решений. Кроме того, зафиксированы намертво осиным уколом в репутации военных подразделений и предприятий Украины систематические нарушения экспортных контрактов со стороны обороны промышленного комплекса этой страны. Вывод. Аналитики оружейного концерна Нуринко, китайского, от России независящего и одного из самых серьезных в мире, полагают, что в случае начала новой фазы конфликта в Новороссии силы самообороны Донбасса, Луганска способны прорвать позиции вооруженных сил Украины в Херсонской области и обеспечить себе сухопутный контакт с Крымом. Точка. Вот эта точка зрения Китая, вон еще и сверхдержавы, страны, которая очень серьезно следит за всем, что происходит в мире, отнюдь не сентиментально. В отличие от, я уж не знаю, Белоруссии, даже нет намека на то, что она ради того или сего способна комплиментами для России. Это бумаги, которые предназначены для китайского военно-политического руководства. Не для нас. Им вообще все равно, что у нас это переводят, и я в состоянии вот об этом говорить. Им это неинтересно. Ну, хотите переводить, хотите не переводите, кто знает китайский язык, тот прочтет. Понятно. И на китайском все публиковалось. Выводы. Удал Петру Порошенко Крым, крымским татарам. Поздравляем. Виноват ли крымско-татарский народ, что украинское руководство и те, кто поставил на Украину, как на место, ради которого они готовы и собственный народ продать, и подставить его под что угодно, готовы вот использовать их в своих спекуляциях? Нет, не виноваты. А виноваты ли грузины были в том, что Саакашвили открыл ураганный огонь по нашим миротворцам в Южной Осетии? Нет, не виноваты. А виноваты ли были, что Гамсахурдия и все остальные, кто там был, гражданскую войну завели и разгромили, и Джаба, и Асилиане, и всякие другие люди, причем из великолепных культурнейших семей, же фамилии Гамсахурдия, и Асилиане. Это знаменитые. Их отцы – это великие писатели, драматурги, причем действительно великие, не грузинского масштаба, а общесоветского, может, мирового, не знаю, но точно. Ну нет, не виноваты тоже.